Ищите хостинг для сайта? Обратите внимание на HandyHost. Этот хостинг с очень дружественной поддержкой, которая поможет по многим вопросам. Он идеально подойдет для начинающих веб-разработчиков. HandyHost – это проверенный временем провайдер с отличной репутацией. По ссылке в описании вы можете получить 60 дней хостинга абсолютно бесплатно для тестирования и разработки ваших сайтов. Для этого заполните форму. Это займет всего 1 минуту. Регистрируйтесь! Здравствуйте! На связи Федор Васильев. Надеюсь, у всех летнее настроение. В этом видео я хочу показать вам платное решение, специальный модуль для Joomla 4, который позволяет делать интересную фото-галерею, бэкграунд-галерею, то есть фулл-скрин на весь, по сути, фон сайта, заливается картинками. Можно включить переключатели слайдера, стрелки, навигация, разные эффекты, но что придает изюминку этому слайдеру – это аудио-возможности. Можно загрузить свои музыкальные треки, чтобы они фоново играли, то есть там даже полноценная аудио-галерея, где треки можно переключать между собой, назначать им рандомное воспроизведение, управление плеером, то есть это пауза, громкость расположения плеера в верхней части сайта или в нижней части сайта. Давайте в этом видео взглянем, что за модуль такой. Сайт разработчика, где все описано. Ссылку оставлю в описании в своей статье на своем сайте fedorvasiliv.com, ну или также ссылка будет в описании под видео. Смотреть будем на моем демо-сайте с родным шаблоном KCAPIA. Вот сейчас демо-страница. Модуль абсолютно встает с картинками с задним фоном, бэкграунд, именно слайдер. Не знаю, как это будет работать с вашим шаблоном, это, конечно же, надо все смотреть. Я думаю, что должно работать везде хорошо. После установки модуля вы проходите в модуле, вот его название, вот так вот модуль называется. Давайте зайдем в настройки, включим его, позицию модуля, в принципе, я пробовал дебаг, пробовал баннер, неважно, смотрится одинаково. Заголовок я скрыл, вот этот заголовок, его незачем показывать в данном случае. И давайте пробежимся по настройкам. На первой настройке вкладки модуль, фуллскрин, модуль позиция, оставляем фуллскрин. Первая опция автоплей, то есть чтобы слайдер автоматически переключался, решаете да, нет. Дальше интервал 5000 миллисекунд или 5 секунд, через каждые 5 секунд картинка сменяется. Эффект, как картинки будут листаться, давайте пока оставим этот вариант. Эффект спид, то есть это скорость самого эффекта, тоже можно управлять. Старт слайд, с какого слайда стартовать. Дальше луп, это повторять, то есть бесконечно проигрывать слайдер. То есть вот он проиграл опять картинок и пошел опять проигрывать. Оверлей, это наложение на картинку, чуть позже посмотрим. Дальше здесь идет описание, привязка, выбирайте обязательно на каких страницах будет фоново слайдер у вас работать. Я выбрал на всех страницах. Следующая вкладка настроек, здесь интересно устроено. Будут показаны вот здесь все ваши созданные каталоги или папки по-другому в медиа-менеджере Joomla. И как мы только выбираем какой-то из каталогов, везде будут показываться картинки, которые у вас загружены в том или ином каталоге. Соответственно кнопкой есть Add Files, то есть прямо с компьютера сюда закинуть фотографии. Давайте на этом уровне я прервусь и покажу, то есть вот как удобнее было бы сделать. Мы переходим здесь в Media Manager и я создал отдельные каталоги здесь. То есть давайте посмотрим. Просто вот создать каталог или папку, название напишите и нажимаете создать. И я создал сразу две папки mp3. Загружаем сюда mp3 файлы музыкальные, то есть файлы загружаются именно к вам на сайт. Я всего два загрузил для тестирования и здесь нужно правильно ссылку получить. И кстати здесь удобно. На музыкальный файл наводим мышь по этим точкам. Я кликаю, во-первых, прямо здесь в Joomla возможно прослушать трек. То есть я раньше такого в Joomla не видел, чтобы это было. Сейчас уже это есть. Получить ссылку обязательно нажимаем и вот здесь иконка копирования. Копируем ссылку. То есть я вот скопировал две свои ссылки на треки. Обязательно с mp3 на конце, чтобы они работали. И в название самого файла музыкального, который я загружал сюда, не должно быть, наверное, не должно быть русских букв. То есть либо цифры, либо английскими буквами. Не знаю, не проверял, но возможно с русскими названиями вы даже загрузить не сможете. Или проигрываться возможно не будет. Поэтому просто переменуйте треки как-то. Значит mp3 я загрузил в отдельную папку. Потом я создал папку 2023 и сюда полноразмерные картинки я закинул. То есть если мы сейчас посмотрим на информацию, то у меня здесь, видите, 1280 на 720. То есть HD формат. Достаточно крупное изображение. Чтобы вы маленькие сюда не загрузили, надо большие полноэкранные картинки сюда загружать. Можно и большего размера, я думаю. Но учтите тут по поводу производительности. Чтобы не тормозило сайт. Но, кстати, здесь будет интересна опция в модуле по поводу нагрузки. То есть там сейчас дойдем, посмотрим, что есть интересного. Значит, мы когда загрузили все изображения, аудиофайлы, я дальше возвращаюсь. Система перейду. И вот здесь у меня есть модули сайта. Возвращаемся в настройки нашего модуля. Да, я, конечно же, здесь не сохранился. Смотрите, здесь просто папку 2023, где у меня изображения. Я могу местами их тут менять. Причем здесь есть по крестику удалить, по карандашу Q. Это подпись, текст под картинкой. Ссылку на картинку, чтобы картинка была кликабельная. И ссылка в том же окне открывать или в новом окне. И это можно сделать для каждой картинки. Дальше. Controls или управление. Первое. Где плеер будет появляться. Также и аудиоплеер, если он будет, если вы будете выводить. Либо внизу, топ наверху. Ну, внизу, мне кажется, поинтересней. Arrow Navigation. Это стрелки, переключения. Чтобы по бокам можно было переключать ваши картинки на ваше усмотрение. Show. Показать. Control Bars. То есть показывать ли его вообще в принципе да или нет. Play Button. То есть кнопка воспроизведения. Это уже для аудио. Показывать да или нет. Slide Controls. Show Slide Bull. И другие контроллеры управления. И внизу еще есть, видите, Progress Bar Color. Это такая тоненькая линия. Пока 5000 миллисекунд идет. Картинка висит. Вот эта линия может быть закрашена каким-то цветом. Вот этот вот Keyboard Navigation. Это на самом деле управлять слайдером с клавиатуры. У меня выключено. Дальше переходим вот сюда. Тоже различные параметры. Кстати, вот здесь вот не забывайте. Вы можете кликнуть вот на эту иконочку. Тут на английском языке. Но очень все равно удобно перевести. То есть это влияние от этих вот ползунков опций на изображение. Например, горизонтал центра. То есть центрировать по центру. Вертикал центра. Ваши картинки. Как центрировать? Тут растягивает там на 100% по высоте. Вот высота по ширине. И такие вот похожие опции. Но самое здесь, что интересно, это нижняя опция. Давайте рассмотрим вот с первого переключателя. Первого нового. То есть никаких корректировок. Если мы выбираем вот этот вариант. Переводится как гибридный. Снижает качество изображения во время переходов. И восстанавливает после завершения. То есть это влияние на производительность. Какой вариант выбрать, здесь надо, конечно же, смотреть. Следующий вариант. Более высокое качество изображений. Ну, соответственно, возможно, может нагружать сайт. Наверное, этот вариант лучше не выбирать. Следующий вариант. Более высокая скорость перехода. Более низкое качество изображения. Ну, я, наверное, оставлю последний вариант. Давайте уже на этом уровне пройдем на фронтальную часть сайта. Я обновлю страницу. Вы видите, у нас сразу сзади картинку, конечно, не так хорошо видно. У нас здесь блок идет. И у меня сразу играет музыка. И давайте посмотрим мой любимый эффект Кена Бернса. Мой любимый эффект. Выбираем здесь. Идем на фронтальную часть сайта. Обновляемся. Вот, вы видите, картинка забелена сильно. И видно, что она наезжает. Как бы вперед. И потом переключается. Можно поставить чуть меньше. Допустим, 3. Чтобы картинку было лучше видно. Вот, с вами смотрим. Картинку лучше видно, да? Картинка, причем она не просто наезжает из центра. Она в разные стороны. Вот сейчас она немножко левее. Это правее вниз картинка идет. Тут, на самом деле, эффекты, какие хотите. Можете посмотреть сами. Дальше с вами смотрим. Да, еще здесь интересно. Есть паттерны. Наложение паттернов. Их тут 7 штук. Или можно вот так их выбирать. Также прозрачность для них есть. Это такая сеточка. Наложение сетки на изображение. Ну, можете повыбирать, посмотреть, как будет смотреться. Я ставлю color. Здесь мы с вами посмотрели. Здесь мы с вами тоже посмотрели аудио. Вот, странно, у меня аудио вдруг заиграло. Может быть, это из куков браузера возникла ситуация. Но у меня аудио было отключено. Вот так оно включается. Рандомное аудио. То есть, в разном порядке будет проигрываться. И название ссылки, да? Как правильно вставить? Я вам показывал, как копировать ссылку. Вот прям целиком ссылку я беру, вставляю вот в эту область. А название просто могу написать что угодно. И второй URL. Причем вот так вот добавляются. Вот сколько угодно треков можете добавлять. Дальше здесь есть возможность custom CSS, произвольный CSS свой дописать, если вы владеете этим языком. А дальше идут уже штатные настройки Joomla. Что не хватает данному модулю? Отключение его на мобильных устройствах. Смысла нету на мобилке показывать, транслировать такую галерею. Ее все равно будет плохо видно. Но я вам подскажу, как ее можно отключить на мобилках. Чтобы на мобильном устройстве, на вашем сайте, эта галерея не показывалась. Давайте еще продемонстрирую в хроме. Вы смотрите, сайт я обновляю. Музыка. Вот я не знаю, слышно музыку вам или нет. Музыка автоматически проигрывается при загрузке страницы. Соответственно, если человек перешел по другим страницам, музыка прерывается и заново начинает играть. Для каких-то сайтов, одностраничников, может быть, подойдет. Но не для блогов. То есть человеку будет это мешать. Это будет не нравиться, что автовоспроизведение. Учтите этот момент. Это какая-то сайт-открытка или еще что-то. Тогда подойдет. На моем сайте fedorvasiliv.com у меня ранее была такая статья. Здесь вот по заголовку, через поиск сайта, моего сайта, найдете вот такую статью. Здесь будет первым уроком. Возьмите под свой контроль модули Joomla. Да, это урок для Joomla 3, но это не меняет сути. Этот модуль есть и для Joomla 4. Условно бесплатный. Называется он Advanced Module Manager. За счет этого модуля вы можете решать, очень гибко настраивать другие модули, где им отображаться, вплоть до браузера. То есть, допустим, в опере не показывать. Или не показывать этот модуль только на мобильных устройствах. Очень легко. Когда вы его установите, очень легко этим управлять. То есть, если вам критично, а модуль вам нужен, но на мобилке вам не нужно его отображать, то только так. Отключить за счет другого модуля. Нету, к сожалению, в этом модуле настройки, чтобы отключать это на мобилке. В остальном здесь все круто. Когда я разбирал этот модуль, я сначала не заметил, что здесь есть аудио возможности. Это, конечно, прям сильно придает изюминку этому модулю. И он меня заинтересовал. Я решил сделать о нем обзор. А на этом я с вами не прощаюсь. И увидимся очень скоро в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok